И так, всем большущий привет! Я в первый раз все-таки за долгое время ведения канала решила снять новогодние 24 часа чтения. Это вообще как? Зимние предновогодние 24 часа чтения. И наконец-то появилось время желания, силы. Я готова просто рвать и метать. Давайте поскорее перейдем к этим замечательным книгам. Первая книга это книга Брома Крампус, Поверитель Йоля. Самая, что есть, наилучшая книга для таких новогодних, предновогодних чтений. Потому что здесь речь у нас пойдет про Санта-Клауса, который является не тем, кем себя выдает. И таинственное существо по имени Крампус, которое пытается вернуть то, что ему принадлежит по праву. Вот. Книга нам обещает достаточно страшные, странные подробности. И главного героя, который будет за всем этой жестью наблюдать. Крампус. Первый претендент на чтение. Следующая книга, это книга 18+. Самыми горячими, просто странными и стремными подробностями в плане, да в плане всего, господи. Это проникновение вообще непонятными штуками, да еще чего-то какой-то просто. Про дальних, господи, когда-то бывших знакомых, любовников, которые через какое-то время встретились. Потому что одна другому что-то пообещала. Это обещание выполнено, о господи, написано на салфетке. Ну и что тут такое будет? Мне уже страшно. И, наверное, самый такой желаемый претендент на прочтение в 24-х часах чтения, это граф Аверин. Господи, магический Петербург. С колдунами, с огромными котами и детективной такой составляющей расследования убийства. И что же там такое вот интересное будет? Да, Виктор Дашкевич, его граф Аверин. Просто бум. Книга, которая просто, не знаю, орет на всех просторах интернета. У многих она в лучших книгах. Посмотрим. Я что-то, не знаю, как-то такие громкие заявления. Ой, кися. Такие громкие заявления на книгу. Не знаю. Я знаю, что появилась вторая часть. Поэтому, да, имея в виду, люди, которые читали граф Аверина, вот, имейте в виду, появился вот продолжение этой истории. Объясняю, как я снимаю свои 24 часа чтения. Я не беру определенный тайминг, там, с 10 утра до следующих 10 утра. Нет. Я беру таймер, ставлю 24 часа. И когда эти 24 часа иссякнут, все, мое чтение заканчивается. И вот, вот в таком темпе мне удобнее, мне комфортнее. И вот, 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 вот так вот. Да, вот таким образом хочу. Вот таким образом я люблю делать свои 24 часа чтения. И давайте-ка выберем, какую книгу читать первой. Я все-таки не сильно хочу сейчас Брома читать. Думаю, это нужно будет сделать попозже, где-то второй книгой. Давайте возьмем первого графа Аверина. Все-таки самая такая, ух, новинка. Мне самой очень интересно ее будет почитать. Что же она из себя представляет? Такой красавчик на обложке. И кот просто не менее красивый. Магический Петербург 1982 года. Граф Аверин расследует убийство дворянского сына, в котором обвиняют дивов, жестоких магических существ из пустоши. Они подчиняются людям, но выходят с под контроля. Стоит почувствовать кровь или слабость хозяина. Аверин понимает, что это не первое убийство, и за преступлениями стоит очень сильный див. В то же время на Петроградке появляется огромный динамический... Динамический... В то же время на Петроградке появляется огромный динамический кот. Тут так классно эту всю карту рассматривать. Эти коты это просто что-то невероятное. Короче, вот так вот. Очень нравится издание. Прям очень приятно книгу держать в руках. Шрифт достаточно крупный, но не сильно. Что уже хорошо. Быстро книга не пролетит. Вот. Так что, да. Начинаю читать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам мое паучье семейство? Мама подарила мне второго паучка. И у него такие жиденькие лапки. И смотрите, у него блестящие глазки. Это что вообще за прелесть такая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, час двадцать и одна минута. Я прочитала 86 страниц. Дошла только до пятой главы. Читается для меня лично достаточно медленно. Потому что обычно 100 страниц я прочитываю плюс-минус за час. Где-то, да, тоже час двадцать. Где-то так. Это 100 страниц я прочитываю. Сейчас только 85. И книга как бы немаленькая. 600 страниц. Я надеюсь, Крампусы я хотя бы успею прочитать. Вот. Читается неторопливо. Но очень и очень увлекательно и дико интересно. И сам граф Аверин, извиняюсь. О, какой мужчина вообще. Что могу сказать? Во-первых, у меня есть много вопросов. Откуда в Питере волки и крокодилы? Чего? Откуда они там? Я думала, что это будет такое размеренное, спокойное, такое лайтовое расследование, приключения. Но здесь такое отрешанина. Во-первых, вот эти дивы. Дивы это что-то вроде каких-то демонических существ из пустоши, которые вызывают колдуны. Там какие-то люди, которые обладают магией. Ну, колдуны, то, что я сказала. Есть дивы трех видов. По крайней мере, как я прочитала. Эти дивы, они прислуживают людям для каких-то целей. То есть есть див третьей категории. Это самый низший див, который там... Ну, они все, в принципе, исполняют какие-то приказы. Ну, просто... Как-то сказать, да. Ну, низшие. Ну, блин. Ну, вот он какие-то простые приказы выполняет, но при этом разговаривать он не умеет. Он понимает, но разговаривать не умеет. И они, как правило, очень-очень маленькие. Вторая категория, они там уже сильнее существа. И первая категория. Первая категория самые такие, знаете, такие ух... Стремные очень дивы. И у них там есть несколько форм истинные. И как... Личина их такая, в которой они преображаются. И происходит всплеск магии. И тогда, например, колдуны такие, как граф Аверин, и это все, этот весь всплеск эмоций чувствуют. И здесь у нас граф Аверин, которого, кстати говоря, зовут Гермес. И это очень забавно объясняется, почему его зовут Гермес. Потому что когда-то, ну, в то время, когда родился граф Аверин, он, ну, типа, была популярна вот именно Древняя Греция. Все там... У них там статуи было много, там, какие-то... Какая-то утварь древнегреческая. И, конечно же, имена. Имена тоже давали детям. Там вот Гермес, так вот... Кстати, иронично, что как бы графа Аверина зовут Гермес. И он, получается, сам Гермес, это бог воровства, торговли и счастливого случая. Но в целом, я думаю, что... Может быть, похоже, не знаю. И это очень любопытно. Потому что сейчас вот граф Аверин там 40 с хвостиком. Вы бы поверили, что ему 40 с хвостиком. И он говорит, сейчас у них популярна вот эта вот Китай. И там он говорит, боже мой, лишь бы я не наткнулся на тех людей, которые назвали своих дочерей и сыновей, что-то там Цион Зиндюн, там, какие-то там. Вот, это достаточно забавный, такой любопытный факт. Вот, и сейчас он расследует вот как раз-таки исчезновение паренька из знатной семьи. Этот паренёк очень такая личность, которую я хотела разорвать просто на куски. Надеюсь, это кто-то сделал за меня, не знаю. Вот. И, как бы, там было издевательство над животными. Поэтому, если вы такую тему не любите, я не следую вам это читать. Это немного, но неприятно просто читать. Я читаю, мне вообще не верится, что я читаю русского автора. Я почему-то вот... У меня такой эрор ловится такой. Блин, тут же действие в Питере происходит. А как я так это... Это что вообще? Такой замес за 85 страниц. Столько всего произошло. Как так? Мы уже что-то там расследуем, мы же изучаем дивы, убийства. Что-то там вот это вот всё происходит. И мы такие, вау. А, ещё да, здесь постоянно будет упоминание о том, что дивы и живут людей, чтобы свою силу... Как бы, увеличить. Как приятно вообще. Каждый раз думаю, господи, там какой-нибудь огромный див, у которого обличие, там, я не знаю... Понять не могу. Муравья просто возьмёт тебя и съест, и станет мега-муравьём. Я не знаю вообще, о чём я думаю во время прощения. Но это так классно и так увлекательно читать. Мне кажется, эта книга просто взорвёт мой мозг. Да, забавно. Тут полицейский такой. Просто мне очень нравится, как написано. А, Е, второе и точее. Потом, Ёкарный бабай. Вот, давай сюда. Ну, тут такой классный стакан. Вот, здесь ещё на нём крышка, но я её не использую. Там очень, если только куда-то выхожу, пью кофе, да. Вторая кружка кофе. Замечательно. Прошло 4 часа 10 минут. Я преодолела половину, вот. И вот то, что я хочу отметить, прям вот подкупает просто с первых, там, я не знаю, 10-15 страниц от начала чтения книги. Это, боже, я вообще не представляю, чем может закончиться. И, в принципе, что в дальнейшем будет происходить с героем, с, что там за действия такие, я вообще не могу это предугадать. То есть, любое какое-то расследование, любое какое-то вот такое, какая-то задумка. И потом, когда это всё выясняется, такой, да ладно вообще, а как? Чё-то я пропустила. Это всё мне мужи. И это с такой любовью и интересом читается. Я, кстати, немножко обалдела, что здесь есть машины. Я почему-то увидела повозку. Вот тут в начале. И такая, значит, на повозке, вот смотрю, 1982 год. Так, ну машина уже вроде есть. А почему меня это удивляет? Такая, действительно, я очень странный человек. Единственное, что мне пока не сильно понятно, это, что из себя представляет сама вот эта природа пустоши. Все эти дивы знают о том, что они кому-то принадлежат. Неужели не было ни разу вот такого вот а-ля сопротивления? То есть, почему какие-то люди, какие-то колдуны могут мной управлять? То есть, вот такое вот. Разве не было ни разу вот за всё это время дивов, которые просто такие, типа не хочу всё это, буду жрать всех. Ну, то есть, это так странно. И самое ещё тоже, вот что почему-то у меня вообще не хочется укладываться в голове, это сам вот этот вот как-то разозлить дива. Див может высвободиться, и как-то узы вот эти вот между хозяином как-то, ну, короче, растворить в момент, когда может пойти кровь у человека. Но див может в любой момент просто случайно поцарапать или напугать, или что-нибудь ещё. И это так вот как-то странно в моей голове стыкуется, что я думаю, блин, ну, так уже по полу мира уже должно быть перекочено. Ещё вот это вот есть, вот это вот, я не буду её объяснять, я сама я очень-очень так тупо понимаю, именно кровная такая связь с дивом, которая передаётся условно из поколения в поколение. Тут тоже такое есть. Скритка упала бы. Ну, для меня это пока что очень сомнительное, конечно, удовольствие. Но я теперь точно знаю, в каком мире я бы 100% не хотела находиться. Красиво, дуражный, классный Петербург, но нет, спасибо. Когда на каждом углу тебя поджидает опасность и просто любой человек из знатной семьи может такой, типа, вот, она меня обидела, иди-ка, див, её сожри. И он сожрёт меня. Я не хочу такого, нет, спасибо. Вот такого мне не надо. Большое спасибо автору, что я вот просто не могу оторваться и вот сейчас просто вот 4 часа подряд тупо вот фигачиваю эту книгу и не хочу останавливаться. Это вообще, это потрясающе. Я тут зажгла наконец-то свечу. Вот, это французская пекарня. Ну, видно, вот видно. Пахнет на весь дом этими печеньками. Я это закажу ещё раз. Это просто невозможно. Это так вкусно. Сейчас хочу, чтобы она ещё чуть-чуть погорела у меня. Вот. Но сам их, Боже мой, это вот печеньки, какие-то хуасаны с ноткой варенья какого-то. Это прям вот взрыв башки. Очень классно. Сейчас я пролью нахрен. То я... Книга читается у меня достаточно медленно, как вы заметили. Вот. Потому что обычно за 4 часа я такие книги такого объёма обычно прочитываю вот так. Но из-за того, что это вообще городской фэнтези, я об этом, по-моему, не сказала. И вот какой-то, знаете, ведь его это очень такой слог у автора. Лёгкий, но такой... Ну, такой. Меня как будто бы во время прочтения автор сам тормозит. Если ты начнёшь читать гораздо быстрее, ты можешь упустить некоторые детали. И меня это останавливает. Если вы собираетесь читать эту книгу, имейте в виду, что здесь очень много вот этих вот темы сожрать кого-то, какой-то вот че вот просто неприятных подробностей связаны с животными, потому что дивы, они зачастую принимают облик животных. И, понятное дело, это некоторым дивам, чтобы те приняли облик животного, нужно, скажем так, сожрать это животное. Поэтому, ну, как бы спасибо, хоть не в подробностях об этом написано, но это прям чётко вот я сожрал. И я такая, которая ненавижу вот эту вот всю тему с животными. Так что вот так вот. Это очень интересная книга. Ничего похожего я не читала. И это прекрасно. Я сто процентов буду читать вторую часть, потому что здесь такой замес начинается. У графа Аверина просто вокруг просто какая-то жопа происходит постоянно. я, наверное, такой, господи, держимся, держимся. Я просто обожаю за этим наблюдать. Уже седьмой час марафона, уже ночь, я уже вот такущая, вообще никакущая засыпаю, но не могу оторваться от этой книги. просто я не хочу не идти спать, ничего. Здесь получается глава управления как раз таки это князь Булгаков. чего? Ого! Офигеть вообще! В общем, вот столечко осталось, я прям читаю, учитываюсь, просто нырнула и не выныриваю. Вот просто абсолютно. Вторая часть этой книги уже заказана. Я прям не могу. слишком интересно и настолько вот держит напряжение постоянно. Здесь просто вот мне вообще можно отдохнуть хотя бы чуть-чуть, но типа посиделки с семьей как бы это прекрасно, там тоже какая-то трешанина творится, а можно как бы выдохнуть хотя бы чуть-чуть, пожалуйста. короче, трешусь. Еще, кстати говоря, интересный факт. Здесь как это то есть у нас это столица, это Москва как главный город такой, ну где все происходит, где все шишки, вся вот эта вот ересь, любая вообще все в Москве, то здесь знаете что? Омск. Окей. Ну что ж, я выгляжу пипец как уставшей и я уже успела проследиться, мне прям дико плохо стало в какой-то момент, но 8 часов марафона, если точнее 8-15, там 8-14, там неважно, я прочитала графа Аверина. Это настолько круто, что мне просто даже не хочется как-то вот распинаться, говорится, что здесь такого классного, это просто вот, я не знаю, это больно, мерзко, и в то же время, блин, это так круто, это реально вот однозначно крутая книга, однозначно в топ года, я даже не знаю, что вообще можно еще сказать, я, блин, самое дебильное здесь, это, конечно, вот, вот эта вся штука с дивами завязана на животных, и, конечно, и когда ты читаешь, когда что-то случилось там с какой-то вот животинкой, ты же не воспринимаешь его как дива, ты же воспринимаешь его как животинку какую-нибудь, и все, и пипец вообще, и тут такой был трэш, просто такое мясо было просто, и я просто с нетерпением жду вторую книгу, мне очень интересно, что уже там, чем же это все там продолжится, это прям вообще пипец, ну ничего, за 8 часов книга прочитана, такая прям просто алмазик, я до сих пор не могу перестать ее трогать, потрясающая книга, прям, ой, все, все, ну да, Виктор Дашкевич делал очень классную, крутую работу, проделал это прям, что-то потрясающее, еще раз хочу отметить оформление этой книги, Гермес и Кузя, ну господи, так, 8 часов марафона, у меня 2 книги, 2 книги, я вот не знаю, наверное, нужно что-то, с чего можно передохнуть, но крампус, не знаю, крампус, наверное, все-таки попозже нужно брать, потому что после такого взрыва мозга, я думаю, нужно что-то полегче попробовать это, хотя крампусы я тоже очень хочу читать, давайте, наверное, крампуса все-таки возьму, а это уже как вишенка на торте, на закусочку, посмотрим, то там вообще надо понять, как со временем, давайте возьмем крампуса, все-таки у нас такая более новогодняя рождественская атмосфера, плюс очень-очень давно, хочу почитать именно его, так что да, погнали, как-то на Рождество в одном маленьком местечке по округе Бун, что в западной Вирджинии, бард неудачник по имени Джесс Уокер становится свидетелем страшного происшествия, все межсущества, подозрительно напоминающих чертей, гонятся за человеком в красной шубе, подозрительно похожем на Санта Клауса, беглец запрыгивает в сани над запряженными оленями, черти за ним следом, олени взмывают в небо и все они исчезают в облаках, оттуда доносятся вопли, а несколько секунд спустя подарками. И вот из-за этого Томишка несчастным музыкам попадает во власть страшноватого или странноватого повелителя Йоля по имени Крампус. Но границы между добром и злом становятся не столь очевидны, когда новый хозяин Джесса начинает открывать ему самые темные тайны, скрывающимися за милой внешностью краснощекого Санта Клауса. В том числе история о том, как вот уже полтысячи лет назад добродушный Санта заточил Крампуса в темнице и присвоил себе его магию. Редактор субтитров А.Семкин Ну что ж, у меня уже доброе утро. Я тут так просто учитываюсь Крампусом. Это вообще какой-то трэш. 10 часов 30 минут марафона. Сегодня вот стало пораньше, чтобы вот почитать. Мне очень-очень нравится. Я даже выбрала эпоксидную свою закладку, чтобы вот красная была такая сочеталась вкладке. Вот такие дела. Что же могу сказать? Здесь у нас тот самый Джесс, тот самый неудачник, которому все угрожают, вечно ему не везет. Боже, бедный Джесс. И такой же практически Крампус. Джесс хотел поздравить свою жену и дочь, но его просто выгнали и пытаются сейчас все сделать так, что Джесс виноват. И, короче, там и убийство, и разрыв. И у меня просто разрыв селезенки какой-то начинается, потому что все происходит максимально вот в таком темпе. И я просто вот так вот не понимаю, как это вообще происходит. На самом деле Крампус это вроде как такой как бы повелитель Йоля, такое как бы божество. Потомок Локи, ну как бы вот это вот все. Но воспринимается он так, знаете, как такой парнишка, который, я не знаю, такой, дадим всем по жопе, такой прям, знаете, прям такой у него характер, хотя он там был в заточении, все вот это вот. И здесь такие, знаете, моменты. Господи, Зай, не помнишь, как называется фильм про инопланетянина, где вот этот пришелец был среди людей? Где вот эта сцена с птицей была? Пол секретный материальщик. Пол секретный материальщик. Короче, вот что-то есть похоже вот в этой книге. Это прям, знаете, так... Ну, типа, может что-то идти спокойно, нормально, знаете, душераздирающая, а потом кого-то жрут. И ты такой... Не знаю, есть какое-то очарование у этой книги. Плюс еще, знаете, что я заметила, что мне вот первые где-то страниц 50 напоминала эта книга романы у Кинга. Я вот сейчас забыла, какой именно роман мне напоминала. Я на седьмой главе второй части. Это 167-я страница. Треш. Ну что, как он такой Санта-Клаус? Это вообще, конечно, мощно. Очень-очень мощно. Что-то там так темно кажется, будто бы сейчас кто-то вылезет просто. Я вся упутанная. Мне так холодно дома, что просто треш. Хотя шарашит батареи, но вообще не помогает. У нас прям что-то очень-очень морозное, очень холодное. Мне осталось только совсем немножко. На 337-й странице совсем немного мне осталось. И это что-то вообще максимально странное. Если что, 13,5 часов марафона, 13.35 там где-то было, когда я выключала. Ну, поначалу было какое-то очарование. Было классно. Хотелось дальше продолжать читать эту книгу. Сейчас, под конец, начало происходить такое морковесие. Я просто уже не знаю, вот, с каким взглядом я не сидела в этот момент. Я читала, у меня просто глаза на лоб полезли. я не понимаю, там просто начинается такое месиво, такая просто прям уго-го непонятная. Я что-то как-то немножко притомилась, наверное. Не знаю. Я не говорю, что это плохо, но просто как будто бы есть ощущение, что у нас идет какой-то вот трэш ради трэша, и больше ничего. Мне нравится, что здесь есть две временные линии. Вот. Как временные, господи, что я несу? Два, две параллельные линии. Вот. И иди сюда. Даже не знаю, как сказать. Просто максимально странно сейчас что-то происходит. И как-то даже тяжеловато немножко читать. Ну, именно с моральной точки зрения сможешь просто трэш, трэшем, и я не понимаю просто где вот откуда ноги растут и почему вот все к этому идет. Почему не как-то по-другому? Здесь такая страшная была вот эта вот сцена с да иди ты сюда с женщиной. Ну, кто поймет, тот поймет. Ну, то есть это ну, я не понимаю зачем было делать эту сцену. Просто не понимаю. Просто показать сущность Крампуса показать то, на что он способен. Да мы и так это вроде поняли. Как-то показать его с другой стороны, что он как бы не знаю, древний хрен пойми что. Ну, не знаю. Мне очень странно как-то короче здесь было. Ну, посмотрим какие у меня будут впечатления уже в конце миром. Как приятно, господи, горячий чай. Я сейчас немножко зависла на чтении Крампуса. Просто вот села и все. И вот условно не дыша просто начала читать до самого конца. И 16 часов марафона. Я прочитала эту книгу, уже отделала вот эту манжетку, что это, господи, суперобложка. Будет классно, если бы это была не суперобложка. знаете, что вот мне прям очень нравится в этой книге? Здесь настолько размыта вот эта грань добра и зла. Мы до конца не можем понять, кто же из них делает добро, кто делает зло, и что, какие цели, побуждения, что вообще происходит в этой книге. За исключением главного героя, конечно. Но блин, это как-то вот завораживает. Ты сам пытаешься разобраться, что же из себя представляют герои. И это очень интересно читать именно в таком ключе. Но у меня есть такое ощущение, будто бы автор водил меня за нос всю эту книгу. Я реально вот с таким шоком просто дочитывала эту книгу. Точно так. так. А-а-а! И все. И у меня где-то там остались все мои пряжения. Я такая, это было хорошо, это было круто. Ну а так книга потрясающая. Очень крутая, классная. Не скажу, что в лучших, но бромы я вот сто процентов буду читать, вот продолжать. Прям 100% Ну вот так вот, да Обязательно пишите в комментариях, читали ли вы Крампуса Какие у вас впечатления Может быть так же, как я Немножко в непонятках сидели Некоторое время, потому что мне нужно было прям подумать То есть я просто отложила книгу и такая Так, заземляемся Нужно понять, что произошло Так, ну что ж Последняя книга этого марафона Я думаю, что последняя Это Если случится чудо, Элджи Шеп И чтобы вы понимали Комичность ситуации Это та книга Фрагмент, который был у Энтони Вилая В видео Где вот этот, по-моему, книжный тикток Где вот этот вот фрагмент про Шоколадный батончик Вот это вот В этой книге по идее есть После графа Аверина и Крампуса Все-таки думаю, что мне нужно Как-то градус свой понизить Вообще Поэтому Возьму Если случится чудо Вот 18 плюс литература Обожаю Проведенная вместе Ночь Из чувства мести Химия, которой никто из нас Не смог сопротивляться Мы подписали договор На салфетке в пабе Окей Договор о том Договор о том, что Если когда-нибудь Встретимся снова То бросим все Чтобы быть вместе И вот 8 лет спустя Он здесь В Нью-Йорке И он Кумир Америки Недосягаемый певец Который ставит на место Руководителей Звукоизописывающих Компаний Вьюга В моем идеальном Нерушимом Снежном шаре А когда мы Разговаривали В последний раз Милак О господи Милаки Дуэрти Был нищим Который не собирался Становиться королем Но он им стал Вот только я уже Не та слабая принцесса И у меня есть Любимая работа Парень Обожающий меня Я изменилась И он тоже Мил сохранил салфетку Но сдержу ли я Своё слово Уже выбрала Эту клятку Она не знаю Мне почему-то Кажется, что она Прям классно Подходит к книге Ну как-то Мне уже Ой Не, ну Оформление Конечно Что-то прекрасное Красота Субтитры добавил DimaTorzok Я надеялась, что я просто устала от Крампуса, и, наверное, просто вот читать мне как-то тяжеловато. Ну нет, это какой-то... Я не понимаю. Как мне делать эту книгу, я тоже знаю, какой-то эпизод. Начнём с того, что такие прям... Ну, как это... Вот книга ради... Не ради сюжета, а ради вот того самого. И ты такой... Я не понимаю. Во-первых, главную героиню зовут Аврора, но её все зовут Рори. Во-вторых, у неё такая... Господи, она любила всю жизнь того самого Мэла. Но он уехал, и она поняла, что восемь лет спустя она вообще не хочет его вспоминать. Господи, у неё вот такой... А, я не буду... У нашей главной героини была любовь всей жизни. Это вот этот Мэл. Боже, как она его любила. И даже сейчас, будучи в самых таких классных... Классных отношениях, Вот только это настолько всё непонятно, каким образом всё завязано, но... Я просто не люблю вот этот приём, когда в самом начале мы вот... Сразу же нам вот этот вот момент... Мы должны вместе с героиней ахать, охать, и вот это вот всё... Это же тот самый Мэл! Боже мой! Нет, я такое не люблю. Я люблю, когда изначально мне рассказывают какую-то историю, а потом уже, ну, боже... Ну как? Ну, всё, я спокойна вообще. Тут был ещё какой-то момент... Я смотрю, я ещё такая... Такая, думаю... Как это читать? Антония Байт? Я только сейчас заметила. Вот это вот, как главная героиня описывает, в принципе... Я не знаю, тут, по-моему, первый встречный был, вот просто чувак, левопроходящий. Она решила нам целую страницу посвятить его описанию. Разрумянившиеся под неумолимым зимним ветром щеки, аристократичный квадратный подбородок. Римские нос и губы, предназначенные для воплощения самых порочных грехов и ещё более аморальных утех. Чёрные, как смоль, растрёпанные волосы развиваются после ушей, будто изрядно потрёпанный плющ. Это ни хрена не сексуально! Задумчивый взгляд о раскосах глаз, крепкие плечи и узкие бёдра. Он не просто привлекателен, он идеален, просто идеален! С волосами, как плющ! Я алчно желаю разглядеть в нём, как и во всех безжалочных сказочных принцах, признак бессмертия, отличающий от рода людского. Доказательство того, что подобное совершенство невозможно. Заострённые уши, клыки и хвост! Что мы узнаём о главной героине? У нас главная героиня Аврора, ну это вот то, что 8 лет назад, у неё умер отец, с которым мать не, вот вообще запрещала общаться, а она всю жизнь мечтала, вот нуждалась в отце. Тут она узнаёт о том, что отец как бы гастролирует, как милый музыкант, кто-то такой, я вообще даже не запомнила. В какой-то момент он там как раз-таки познакомился с её мамой, и вот он уехал, а она была беременна, и всё. Она поняла, что мужики все козлы, и особенно её вот парень. И общаться вообще с ним не стоит, и вот как бы Аврора была лишена всего этого отцовского внимания. Здесь было, ну здесь как бы я тут решила посередине главы остановиться, такая, знаете, перевести дух, пообщаться с вами, ну это какой-то трёх. Они тут у нас как бы немножечко расслабляются, как бы, понимаем, да, как они расслабляются, блядь, о чём это к небе, действительно. И вот это, вот, как бы, всего, в плане вот этих всех, господи, прелюдий, как бы, они общаются. И вот происходит диалог, который мне такое отвращение просто выдало, я не могу. Хватит на меня так смотреть. Как? Ухмеляясь, как будто ты носал в джакузи, где все балдели, и ты удрал. У меня вообще какое-либо вообще теперь представление об этой книге просто ушло. Это настолько было мерзкое сравнение, что хуже, я не знаю, придумать, я не знаю. Отвратительно, просто отвратительно. Нет, я не психую, я спокойно. На самом деле меня забавляет эта книга, но я просто вообще не представляю. Если здесь есть та самая сцена, в чём я уже что-то начинаю сомневаться, сейчас прикол, мы до неё дойдём, я вообще буду ржать. Ну, я вообще не представляю, что тогда будет. Это пипец, это просто будет разнос всего видео с этой сценой. Вот столько страниц у нас уже, это всё, и не заканчивается, вообще. Ой, цель, ещё, всё, мне плюхаю. Кошмар вообще. Всё, продолжаю читать, у меня время идёт. блин у авторы вот везде так теперь будет знаете вот я уже опять продвинулась голова у нас начинается с того здесь на балконе аврора смотрит на меня так будто я нагадил их суп это же так смешно особенно после на самом бассейне вот джакузи это же вообще романтично блин холодный кофе это какой-то отдельный вид прекрасного ну что ж 20 часов марафона 20 часов марафона оставшиеся четыре часа я думаю я это дочитаю скорее всего будет раньше но брать какую-то книгу дополнительно и читать ее в попыхах я не буду вот поэтому я наверное просто растяну удовольствие от чтения вот этого вот чудовище просто я знаю многих интересует сейчас была ли здесь эта сцена с тем самым шоколадным батончиком до на на точно чтобы я сказала точно страницу 246 страница это при каких это обстоятельств произошло это понимаете у меня есть любимая книга этого же автора играя с огнем смотрите даже стикеры есть и это настолько вот никак не состыкуется вообще как будто писали два совершенно разных человека кроме сцен 18 плюс ну и то здесь знаете такой перчинка вообще видит вы шоколадного батончика я просто в шоке причем если этими сообразить вообще если изначально вы думали что это такой фетиш у главного героя да но он только один раз здесь и самых тупорылых вообще обстоятельствах это как вы знаете должно быть очень горячо и мило это нихрена не горячо и нихрена не мило это очень мерзко сама книга очень мерзкая очень отвратительная я там не знаю страниц 100 после последнего подключения читала просто я такое лицо было глаз я не беру зачем вот взрослые люди почти потрясать ник ну типа ведут себя как подростки у которых просто ярая вот это вот половое созревание просто все что движется и не движется что происходит вообще когда вот они якобы вот это вот господи почему якобы когда они подписывали вот эту салфетку договор на этот салфетке тут столько фрагментов этой салфетки мне как же наша такая вот была или что это что ей вытирали собирались вытирать что она вот такая вот большая просто это один момент второй момент что вообще происходит типа это же такой бред с этой грёбаной салфеткой боже да вы смойте ее в унитаз ну что за бред я не знаю даже как сказать так масштабно мы все вот это вот вытянули опять мое любимое выражение просто за такие труселя вытянули что это просто трэш я не буду говорить чем заключается мало ли может кто-то будет читать как может быть кому-то понравится я абсолютно в этом плане спокойно если вам как бы такой жанр и в принципе вот эта книга нравится спокойно все хорошо сколько людей столько имени просто есть брюшу за себя это прям невозможно вот они ненавидели друг друга вот когда они увиделись они такие я тебя ненавижу а я тебя ненавижу сильнее чё за переделка на ирландский мотив постучись в мою дверь я ненавижу тебя серкан блат я ненавижу тебя и на илбис короче да ну реально я не понимаю прикол с этими салфетками или раз где ищут где ты была примечание примечание от салфетки и и вот была сцена я не буду говорить с кем конкретно но я никогда жизни не поверю что если ты любишь одного человека ты можешь позволить себе спать другим не поверю никогда я вот в этом плане вот определенное если ты спишь с другим спи с другим сколько тебе на здоровье вообще не надо говорить о какой-то высокой любви к другому человеку если считаю что это какая-то там договоренность позже притянутая за трусы ситуация плевать это такой бред просто но в таких подробностях описано и и это вообще это просто хоть на стену лезть не круто посмотрим чем закончится книга может там такого финт ушами будет что я такая все все нормально забираю все слова обратно книги мне нравится что скорее всего вряд ли да где мой кофе мне нужно подпитаться пытаюсь просто отвлечься тут этой истории не могу тут опять какая-то переписка будет о боже что ж меня можно поздравить наверное не знаю я наконец-то прочитала если случится чудо конец неплохой но нет спасибо я вот даже не знаю что можно еще сказать в принципе так уже все все что могла уже сказала про эту книгу я думаю что могут найти свои читатели подобной истории но мне она категорически не зашла я в целом все на этом все жупик маленький мы только что поспали тут все такое интересное сзади вас стоит долго это же так интересно да скажи смотревалась на книгу опасный круиз тоже у лжи шеп более-менее аннотация классная но вот с этой книга вообще 0 0 абсолютно просто минус 10 из 10 это вообще это такой прям фейл для меня ими даже немножко стыдно но у каждой линии свои читатели если вам нравится такое вы все равно замечательные люди несмотря ни на что я буду с вами прощаться я в этом видео прочитала свою книгу года лично для себя уже заказала вторую часть едет ко мне увидимся с вами в следующих видео с подведениями итогов различными вопросами по поводу этого года конечно же планами тоже на этот год и до лучшими книгами 2023 все люблю вас безумно с вами прощаюсь всем пока пока и до встречи в следующих видео